Всем привет! Сегодня я решил записать видео по просьбе своего подписчика, где мы коротко в течение пяти простых шагов подключим TBS Crossfire Micro TX2 к приёмнику TBS Crossfire Nano версии SE. Вот он здесь, но он у меня уже подключен. На примере передатчика FRSky Taranis X9D. Итак, первый пункт, который у нас идёт в списке, это мы должны обновить, поставить самое свежее программное обеспечение на передающий модуль. Для этого мы сейчас включим компьютер. Прежде всего нам нужно перейти на сайт Team Blackship. Вот он. И здесь в разделе Shop выбрать Crossfire, выбрать Transmitters, выбрать Crossfire Micro TX V2. И здесь в списке у нас есть TBS Agent X. И вот его нам нужно, в моём случае Windows версия. После того, как он у нас скачался, мы его открываем и запускаем. Ну да, Windows ругается многократно, но мы выполняем его в любом случае. Так, вот мы запустили TBS Agent X и он нам предлагает здесь залогиниться. Для того, чтобы это сделать, можно использовать данные, юзернейм и пароль, те, которые вы использовали на сайте Team Blackship, когда покупали передающий модуль и приёмник. Да, не быстро происходит логин. Итак, после того, как мы залогинились, с грехом пополам, через USB Type-C мы подключаем наш Micro TX 2 к USB. Причём даже не втыкая его в передатчик. Смотрим, что у нас получится. Вот он у нас его определил. Так, можно в него зайти внутрь. Так, на сегодняшний день у меня стоит версия 3.72, а актуальная 3.78. Давайте нажмём Update. И вот здесь мы обновляем наше программное обеспечение. Не знаю, сколько это займёт времени, сейчас посмотрим. И вот он у нас обновился. Прекрасно. Возвращаемся обратно. Смотрим, что у нас ещё хорошего есть. General. Ну, в общем, на самом деле, больше ничего менять на данный момент не нужно. Мы его отключаем и переходим ко второй стадии. Второй шаг для того, чтобы подключить настроить нам систему TBS Crossfire, нам нужно приёмник припаять к контроллеру. Как это сделать? Делается достаточно просто. То есть, нам нужно выбрать один свободный UART. Ну, в данном случае у меня это четвёртый UART. И нам нужно 4 провода припаять. Чёрный – земля, красный – 5 вольт, жёлтый – это канал первый. И он у меня припаян к RX4. Жёлтый – это у нас канал 2. И он у меня припаян к TX4. Важное замечание, что нужен именно свободный UART, не инвертированный. То есть, там не должно быть надписи SBUS или что-нибудь в этом роде. Это раз. И второе – то, что UART и RX и TX должны совпадать. То есть, если у нас там RX2 и TX2, RX3 и TX3 и так далее. Слово сказать, но забегая вперёд, если вы перепутаете первый и второй канал, то это потом можно программно перенастроить. В этом проблемы нет. Главное, чтобы вот эти два провода были припаяны к TX и RX с одинаковой цифрой. Ну, с одинаковым номером. Ну, в общем-то, и всё. Я приложу потом ещё картинки того, как я подключал его к мотеку. Ну, и вот тоже ещё раз схему прорисую. Итак, второй пункт мы выполнили. Теперь переходим к третьему. Третий пункт – это у нас забиндим приёмник и обновимого. Я вставил модуль в соответствующее место в нашем передатчике. Ну, ты специально создал пустую модель новую для того, чтобы всё это дело заработало. Итак, давайте выберем эту модель. Заходим в меню. Перелистываем вот Model Setup. И здесь нам важный момент. Нам нужно выставить внешний модуль включённым и выбрать здесь Crossfire. После этого у нас с вами загорится вот здесь, ну, такой непонятно жёлто-красный огонёчек и начнёт фонить наш динамик. Ну, несчастью, на Таранисе X9D он всё время фонит и с R9 Forsky и, в общем-то, и с Crossfire. Дальше, да, к слову сказать, в данном момент я пользуюсь прошивкой передатчика OpenTX 2.3.1. Я так понимаю, что если у вас она позже, чем 2.2, то всё будет прекрасно работать. Если меньше, то, ну, её нужно обновлять. Ну, как бы, как её обновлять? Это тема отдельного видео. Вот. Но в данном случае, вот я на примере версии 2.3.1 покажу, как это настраивается. Дальше мы зажимаем кнопочку меню долго и листаем до вкладки Tools. И здесь у нас есть уже прямо-таки вот Crossfire. И вот у нас Crossfire Setup MicroTX. Заходим в него. Что мы здесь видим? Мы здесь видим регион. Ну, здесь можно выбрать, я так понимаю, США или Европу. В зависимости от того, если это Европа, то будет вот 868, а если это будет США, то будет там 900 сколько-то там. Максимальная выходная мощность. Ну, вот давайте сделаем 25, чтобы она не гудела. Вот. Динамическая мощность включена у нас. Operation Mode Normal. Ну, в общем-то, и всё. Больше здесь ничего пока что нам настроить не удастся. Нам нужно его забиндить. Мы выбираем пункт меню Bind и начинается процесс биндинга. После этого мы подключаем питание к приемнику и после этого нажимаем кнопку Bind. После этого появляется... Если у вас новый приемник или, скажем так, вы обновляли программное обеспечение в передатчике, то появится вот подобное сообщение. Update Micro RX. Да, и вот сейчас мы получаем огромное удовольствие от того, что вся эта система может обновляться по воздуху. Не нужно никаких проводов, не нужно никаких компьютеров и так далее и тому подобное. Не нужно заливать прошивку в передатчик, потом подпаивать приемник к передатчику, прошивать его как внешний модуль, ну, как нужно делать с Таранисовским R9M. Соответственно, здесь нас просто он спрашивает, хотим ли мы обновить прошивку в приемнике, ну, и мы говорим «Да». Нажимаем «Enter». Все. После того, как у нас все обновилось, он забиндился. Вот у нас биндинг. Окей. И горит зеленым светом. Дальше у нас с вами в нашем меню появилась вкладка «XF Nano RX». Заходим в него. И все настройки можно сделать здесь моды. 8 каналов. Телеметрия включена. RF Profile Dynamic. File Safe Mode Cut. RC by Mowlink On. Вот. И вот здесь самый важный момент. Output 1 и Output 2. Это вот то, что я вначале говорил. То есть, у нас первый Output, это у нас желтый, это у нас TX. А мы его подключили к RX. Ну, как и положено, что здесь TX, там RX. И, соответственно, Output 2. Это в нашем случае белый провод, который у нас подключен к TX. Это RX. Если вы запаяли их наоборот, то вот здесь прямо это можно выбрать, поменять. Вот таким вот образом. И, соответственно, поменять их местами. Ну, мне этого делать не нужно. Вот. В принципе, дальше все остальное здесь, ну, не так важно. То есть, это уже там более такие углубленные варианты. То, что можно на Output 4. Это вот один из вот этих четырех контактов. Можно поставить Smart Audio. И если вам не хватает UART на контроле, ну, через него управлять видеопередатчиком. Итак, переходим к нашему четвертому пункту. Это настройка в Betaflight. Давайте перейдем к компьютеру. Итак, вот мы зашли в Betaflight. Здесь нам нужно настроить следующее. То есть, нужно в портах. В данном случае у меня это шестой UART. Да, не четвертый. Шестой. Шестой UART. Мне нужно здесь включить Serial RX. Вот единственную галочку. Вот. Далее в конфигурации нам нужно указать вот здесь приемник с последовательной передачей данных и приемник с последовательным выходом. Это у нас Crossfire. Ну, для того, чтобы у нас была телеметрия, нам нужна телеметрия. Ну, и в принципе, все настройки, которые нам нужны, мы с вами по сути сделали. Если зайти сюда в приемник, где пошевелить нашими самыми, то вот у нас все работает. Все. В Betaflight мы все настроили. Теперь мы переходим к последней нашей части, к последнему шагу настройки Crossfire. Это мы настраиваем передатчик. Итак, давайте перейдем обратно на стол. Первое, что нам нужно сделать, это нам нужно настроить телеметрию. Включаем наш квадрокоптер, заходим в меню, листаем почти что до последней странички, там, где у нас идет телеметрия. И здесь делаем Discover New Senses. И вот у нас выскакивает с вами все наши сенсоры. Можно нажать Stop Discovery. Все, что передается от контроллера и от приемника нам по телеметрии. Ну, вот здесь у нас все это, все наши данные. Телеметрию мы настроили. Теперь нам нужно сделать предупреждение о том, что качество сигнала у нас низкое, и нам нужно уже возвращаться. На самом деле в системе Crossfire есть не только история с RSSI, но также есть еще герцовки и качество сигнала. Я скину ссылку на английском языке, как производитель говорит это настраивать. Но для тех, кому не хочется ее читать и изучать, я в двух словах сейчас покажу, как это настроить на передатчики. Итак, мы заходим с вами... Ну, на самом деле, для этого нам приемник-то, в общем-то, и не нужен. Можно его отложить в сторону. Итак, да и бог с ним. Итак, заходим в меню, листаем до Logical Switches. И нам нужно будет здесь три логических выключателя. Первый. Все они будут там, где X больше, чем A. И вот здесь нам нужно выбрать вариант RFMD. Для того, чтобы не листать через все возможные и невозможные показатели, можно нажать на Enter долго, и он выдаст менюшку, в которой они профильтрованы. И в нашем случае нам нужны... Нам нужна телеметрия. Вот. И по телеметрии мы уже ищем нужный нам показатель RFMD. Вот. RFMD у нас может принимать три значения. Первое значение — это двоечка, это 150 Гц. Потом единичка — это 50 Гц. И ноль, который означает 4 Гц. Соответственно, то есть, если в двух словах объяснять, что это все значит, когда у нас с вами 150 Гц идет обмен данными, то никаких проблем нет, и качество сигнала, в общем-то, ни на что не влияет. При 150 Гц все будет работать. Если, соответственно, вот этот показатель у нас 1 или 0, то это означает, что у нас с вами либо 50 Гц идет, либо 4 Гц. И тогда уже нужно смотреть на качество сигнала. Если оно меньше 80%, то это будет у нас сигнал низкий. А если он меньше 70%, то сигнал уже практически критический, и тут надо прямо вот уже лететь, лететь обратно. Итак, для того, чтобы это все реализовать, нам нужно... Здесь опять же выбираем... Вот здесь вот выбираем телеметрию, листаем до показателя R-Quality. И вот здесь выбираем 80%. А для того, чтобы он срабатывал только при том, что герцовка у нас ниже 150, вот сюда мы вписываем наш логический выключатель 1. И ставим задержку полсекунды. Для того, чтобы если... Чтобы она постоянно не говорила о том, что все очень плохо. Ну, если качество сигнала упало, ну, он буквально там на доли секунды меньше, чем на полсекунды. Так... И второй у нас логический... Третий логический выключатель у нас, когда X больше A... Здесь точно так же мы берем качество сигнала, листаем до него... Не в ту сторону, на чем листать... R-Quality... Где он у нас? Вот. И здесь делаем 70%. Тоже при условии, что первый наш логический выключатель уже сработал. И тоже делаем задержку полсекунды. Все. А теперь нам нужно с вами настроить, чтобы если сработал у нас второй или третий логический выключатель, нам она что-нибудь сказала. Для этого мы переходим в специальные функции. Здесь, опять же, выбираем логический выключатель 2. И вот здесь в списке выбираем PlayTrack. Ну, дальше... Ну, вот тут как бы вопрос, какой трек должен играть. Тут их, ну, на самом деле, огромное количество. Я выбрал два. Это один сиглоу, S как доллар. Видите, сколько их много. Сиглоу. Вот здесь вот то, что он будет проигрываться один раз. И наш логический выключатель номер 3. Также PlayTrack. И вот здесь в данном случае нужно выбрать SigCritical. Тоже нужно, чтобы сработал один раз. Всё. На этом настройка нашего передатчика закончена. Мы подключили TBS Crossfire Micro TX2 к приёмнику TBS Crossfire Nano. Ну, после этого всем этим можно успешно пользоваться. Периодически, конечно, нужно подключать всё это к TBS-агенту для того, чтобы обновлять свежие прошивки. Надеюсь, это видео было полезным. Всем большое спасибо за просмотры. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем удачи. Пока.